Романов Романов Вроде бы веник полезная вещь, но когда он используется не по назначению, он становится неудобной вещью, плохой вещью, нехорошей вещью. Так же и здесь. Халилюя! Слава Господу! Воздайте Богу хвалу за то, что Он добрый и хороший Бог. И давайте откроем с вами книгу Бытия, первую главу, 28 стих. И прочитаем. И благословил их Бог. Друзья, вот это первое слово. Благословил их Бог. Не проклят. И благословил их Бог. То есть от Бога было благословение в этом действии. И сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. То есть когда Бог благословляет, то благословение Божье, слово говорит, обогащает. И печали с собой не приносит. Вот в этом слове, который Бог сказал Адаму и Еву, было благословение. То есть обогащение. И хочу сказать утвердительно, что не идет здесь речь в этом стихе о садоводстве или огородничестве. Здесь речь идет о детях. Это самая первая заповедь, которая была дана человечеству, чтобы люди рождали детей, наполняли ими землю, и через это обладали землей. Только через рождение детей мы можем обладать землей и насаждать эту землю. Бог сам является отцом. Он отец. Вы знаете об этом? Бог ваш отец. Он любящий отец. Он сам родил сына Иисуса Христа. И знаете, что он хочет, чтобы такие же чувства родительства переживали и мы с вами? Потому что мы созданы по образу его и подобию. И он хочет, чтобы мы были родителями. И знаете, что хочу сегодня сказать? Те, кто создал семью и стали мужем и женой, они обязаны стремиться в родительство. Если они продуктивны, репродуктивны, они должны стремиться в родительство. Потому что это первое назначение семьи. И если ты, создав семью в таком возрасте, когда ты можешь стать родителем, потому что есть разный возраст, когда создают семью, для того, чтобы человеку не быть одному. Одному это, знаете, скажу, немного ущербная семья. Потому что цель и назначение семьи в целостности, в полноте, скажу. Это неплохо, когда создают так семьи. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо. Но цель в полноте семьи, чтобы плодиться и размножаться. Рождать детей. И вот когда люди создают семью и не хотят детей, они противятся воле Божией. Они становятся противниками воле Божией. А что делать, если Бог не дает детей? Первое, надо молиться и просить Господа, чтобы Он дал детей. Но если вы уже утвердились в том, что Он не даст детей, или есть какие-то противопоказания иметь детей по медицинским отклонениям, такое бывает. Усыновляйте детей. Молитесь, чтобы Бог вложил в ваше сердце, чтобы у вас были дети. Потому что без детей, еще раз повторю, семья не в полноте. Полнота приходит тогда, когда есть дети. И когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Господь воспитал Своего Сына, если можно сказать так, что Он отдал Его. Отдал для того, чтобы человечество, которое придет к Иисусу Христу и свяжет свою жизнь с Иисусом Христом, было благословлено. Вы благословлены? Вы благословлены? Аминь. Мы благословлены. Потому что Бог однажды отдал Сына Своего, Иисуса Христа. Что-то подобное, но в меньшем масштабе, конечно, происходит и с нами. Мы должны воспитывать наших детей таким образом, чтобы, когда они создадут свои семьи, мы их отдали из своих семей, и они стали благословением для других людей. Не проклятием, друзья, не тем пристрою своего сына в хорошие руки. Слава Богу, теперь твоя задача мучиться с ним, или твоя обязанность. Мы не так должны воспитывать своих детей. Вы сегодня, если ваш сын или дочь взрослые, задайте себе вопрос, будет ли он благословением для других, или она благословением для другого? Или нет? Стали бы вы сами лично жить с таким человеком? Или избавиться побыстрее от него? Мы так должны воспитать детей, чтобы они стали благословением, друзья. В Слове Божьем написано, Псалом 126, 3 стих. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, то счастлив человек, который наполнит ими колчан свой. Ни одна такая, знаете, затерянная стрела в колчане. Это плохо. А когда колчан полон стрел, и сказано, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами у ворот. Вот, друзья, для того, чтобы плодиться и размножаться, мы должны в семье своей родить как минимум троих детей. Потому что, когда мы рождаем двоих, мы создаем подобных себе. Мы не плодимся. Но когда мы троих рождаем, мы уже одного создали, который будет умножать нашу семью. Потому что мы двое однажды умрем. И когда мы производим себе подобных, то останутся также двое. Это не есть размножение. Когда останутся трое, хотя бы уже на одного становится больше. И сказано, что у того, у кого колчан наполнен этими стрелами, тот не будет в стыде. Знаете, я о чем единственном жалею сегодня в своей жизни? О том, что мы со своей супругой не родили достаточно детей. На это есть свои причины. Но сегодня я реально завидую тем людям, у которых большие семьи. Когда ты рождаешь детей, да, в этот момент трудно, потому что они плачут, у них зубы режутся, у них сопли текут, они какают, им надо памперсы. На них нужно столько внимания. Но зато ты потом приходишь в пору, когда это внимание, если ты их правильно воспитаешь, будешь получать уже ты. Когда они будут приезжать к тебе, когда они будут благословлять тебя, и ты не будешь в стыде. Потому что чем больше у тебя сыновей и дочерей, для папы, конечно, дочерей. Потому что сыновья, они все равно такие, знаете, немножко до определенного возраста конкуренты папе. Они хотят ходить в его тапках, иногда в его... Ну, вы понимаете все, да? Они хотят в это во все залезть и быть конкурентами. А вот дочери, они лапонькие. Они для папы. Влад, рожай дочку. Пока Женя согласна, смотрю, кивает головой. Да. Нет, 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 вот так, вот так, да. Это благословение. Благословение для отцов. И они никогда не останут отца. Знаете, я вот смотрю сегодня на мои отношения с родителями и на отношения Марины. Она каждый день маме звонит по два часа. Каждый день что-то они там, ну, консультируются, о чем-то говорят. Я раз в неделю. Привет, мам. Ничего не изменилось? Нет, слава Богу, давай пока. Вот отношения сыновей. Дочка благословения, друзья. Аллилуйя. Вас дайте за дочерей. Но сын продолжение рода. Потому что ваша фамилия на дочери закончится. Поэтому имейте и сыновей, и дочерей. Аллилуйя. Слава Господу. Вот Макс правильно. Макс, он до проповеди услышал эту проповедь и постарался год назад. Слава Богу за тебя, Макс. Давайте воздадим хвалу за то, что в нашей церкви рождаются дети. И мы видим из этого псалма, что дети – это награда от Бога. И они даны нам для нашего же блага, написано. Но мы должны постараться и сделать так, чтобы воспитать этих детей успешными и благословенными, друзья. И вот здесь не у многих родителей высокие стандарты в воспитании. Некоторые думают, ну, хотя бы порядочным или путевым человеком вырос. Вот путевым человеком пусть вырастет, порядочным, чтобы у него какие-то моральные принципы были, чтобы он их придерживался, хотя бы семью свою уважал, родителей уважал. И достаточно. Кто-то думает, нет, надо, чтобы мои дети закончили вуз, получили хорошее образование и хотя бы хорошую работу. Или, ну вот, если они еще достигнут какой-то должности высокой, вот это счастье для человека. Посмотрите, порядочный, высокая должность, хорошее образование и сегодня все, к чему стремится мир. И мы, как христиане, мы тоже сегодня начали стремиться именно к этому. Я не видел, чтобы кто-то в церкви наказал ребенка, чтобы он в школу не пошел. Но сегодня в церкви наказывают, чтобы он в церковь не пошел. Вот вы накажите своего ребенка, скажи, в церковь не пойдешь, в школу не пойдешь сегодня. Он так будет вам благодарен за такое наказание. Скажет, папа, мама, наказывайте меня чаще. Но когда в церковь, вы можете его наказать, чтобы он не ходил в церковь. Сегодня ни у кого не возникает причины, если ребенок придет и скажет, я не пойду в школу, я не хочу в школу. И ни у кого не возникает реальной причины сказать, не ходи, не ходи, оставайся дома. Правильно решил, чего там делать в этой школе. Вообще там нечего делать. Я учился 10 лет, никакого толку, видишь, посмотри на меня, никакого толку. И ты не ходи в школу. Нет, мы так не скажем. Мы скажем, что тебе за бредовые идеи пришли в голову. Но сегодня ребенок может прийти и сказать, я не пойду в церковь. И мы скажем, ну да, посиди дома, посмотри кино. Ты уже взрослый, тебе уже 12 лет. Друзья, я не знаю, как вы. Мой ребенок до 18 лет ходил в церковь, и я его заставлял. И сегодня он мне где-то это в упрек ставит даже. Но я убедился и утвердился, что я правильно делал. Потому что когда он вырастет, он пускай выберет сам. Однажды я слышал одного проповедника, у которого отец был лютеранским священником. Этот отец заставлял своего сына постоянно, этого проповедника, постоянно выполнять религиозные какие-то обряды. Религиозные. Он был лютеранский священник. Он заставлял его там псалмы петь, праздники отмечать, молиться по утрам. Он говорит, я возненавидел где-то отца в свое время. И когда пришло время хиппи, ушел из церкви, ушел из семьи и стал жить на полную катушку. Он стал выпивать вино, курить, аношу и все остальное делать. И говорит, жизнь моя шла по наклонной. Но привычки, которые ко мне вложил отец, они остались. Знаете, говорит, на праздник я делал эти религиозные обряды, которые делались в моей семье. Я, говорит, делал это, вот даже сам порой, не знаю, порой в пьяном угаре, в наркотическом угаре делал это. Вот делал, потому что привили. И однажды через это я пришел к Богу. Через это, когда я делал этот простой религиозный обряд, который делали в моей семье, я по-другому не мог жить. Вдруг, говорит, я осознал, что есть другая жизнь. Жизнь моих родителей, жизнь с Богом. Но я как покаялся, покаялся перед Господом. И сегодня он протестантский хороший священник, который проповедует по всему миру. Я не называю иногда имен, чтобы вдруг что-нибудь не так расскажешь. Потом предъявят. А тут уже не предъявят. Аминь. Мудрость. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Да, похлопайте, похлопайте, конечно. Поэтому нам надо прививать детям определенные принципы. И знаете, у нас должны быть высокие стандарты. То, что я назвал, о том, чтобы он занимал высокую должность, школу, был порядочным человеком. Да, аминь. Пусть это будет в жизни наших детей. Но есть наивысшие стандарты, друзья. Наивысшие стандарты, о которых говорит Моисей в своем последнем или предсмертном послании к Израилю. Моисей собирает и Израиль и говорит им суть всего, что он понял при хождении с Богом. Он общался лицом к лицу с Богом. Он говорил с Богом сорок дней. На горе Синаи, когда он спустился, его лицо светилось. Он был ходатаем о народе израильском. Бог хотел убить, уничтожить весь народ. Но Моисей выступил защитником и сказал, не надо, Бог говорит, я уничтожу этот народ и создам от тебя народ. О, это искушение. Я бы сказал, давай. Не я, Бог, давай и от меня. Послушных мне. Но Моисей падал на колени и говорил Господу, пусть не будет так. Он знал Бога. Мы так навряд ли знаем. И вот он собрал израильское общество и выступает перед этим израильским обществом, говорит такие слова. Второзаконие 6.4.5. Шма Израиль называется. Он говорит, слушай, Израиль. Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим. И всею душою твоей. И всеми силами твоими. Друзья, с этими словами Бог обращается через Моисея и призывает нас к совершению самого великого проявления любви. По отношению к еще более великому Творцу всего, что окружает нас. Выразив это наивеличайшим образом. Всем своим естеством. Бог говорит, вот в чем успех человека. Успех человека заключается в том, чтобы жить для Бога, служить Богу, любить Бога и быть послушным Богу. Когда Давид передает секрет успеха Соломону перед тем, как умереть, и уже поставив Соломона на царствие, он говорит ему такие слова. Храни завет с Господом. Все, больше он ничего ему не передал, он ему не сказал. Знаешь, будь успешным царем, веди войны вот так, вот с этими дружи, а с этими не дружи. И вот здесь вот золото собирай, а вот здесь не собирай. Он ему говорит простые слова. Храни завет с Господом. В этом есть успех твой. Вы знаете, в этом есть успех. Вот чему мы должны научить детей. Мы должны научить детей любить Господа. Если мы увидим, как наши дети любят Господа, как они служат Господу, как они поклоняются Господу, мы сделаем себя счастливыми и их счастливыми людьми. Потому что нет большего счастья, как видеть, что твои дети ходят в Господе. Аллилуйя, воздай ему хвалу. Он достоин. Церковь, вот чему нам надо учить своих детей. И тот же Моисей, он говорит, как сделать это. Потому что если человек обретет мировую славу, несметное богатство, так и не поняв этого принципа, он потеряет все. Он потеряет все. Ведь Божья воля для нас заключается именно в том, еще раз повторюсь, чтобы жить для Господа, любить Господа, служить Господу и быть послушными Господу. Аллилуйя. И Моисей говорит, как мы можем это сделать. Второзаконие 6. Шестого стиха. И он говорит, послушайте, он к нам обращается, к родителям и говорит такое. Послушайте, я хочу отступление сделать. Если вы сегодня не родитель, и вы говорите, да мне неинтересно, что тут пастор говорит. Я не родитель, я уже был родителем, дети уже выросли. Вы послушайте для себя, как вы можете стать хорошим сыном и дочерью. Потому что вы всегда будете в этой ипостасии. Даже если ваши родители умерли, вы будете в этой ипостасии перед Отцом Небесным. Прежде чем стать хорошим отцом или матерью, станьте хорошим сыном и дочерью. Это так действует. И вот он что говорит. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою. И да будут они повязкую над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих. Друзья, эти стихи помогают нам узнать принципы или методы, каким образом нам воспитывать своих детей. Во-первых, что я вижу из этих стихов? Божье слово должно быть в сердце твоем и в душе твоей не только утром, когда ты стоишь на коленях и молишься, а постоянно, в течение 24 часов, 24 на 7, как сегодня говорят, во всяком месте ты должен размышлять категории слова Божьего. Друзья, послушайте, как правило, дети оставляют веру в Бога тогда, когда они не видели, как Бог проявлялся в жизни их родителей. Мы иногда хотим призвать детей к Богу и думаем, ну почему он не идет к Богу? Ведь это здорово, ведь это классно, ведь это самое правильное положение или правильное место во всей вселенной. Быть у ног Господа, быть у ног Иисуса. А дети, когда смотрят на нашу жизнь, они не видят, что благословение и награды в нашу жизнь изливаются с небес из-за того, что мы послушны и любим Бога. Они видят религиозность, они никогда не видят, как Бог щедро благословляет нас за то, что мы послушны Ему, за то, что мы любим Его. Вы думаете, что вы просто детям будете говорить, верь в Бога, и он поверит? Нет. Жажду в них верить в Бога вызывает именно ваше благословение. Когда они видят, что дом благословлен из-за того, что отец и мать живут принципами Божьими, из-за того, что они славят Бога, из-за того, что они живут стандартами Слова Божьего, тогда ребенок, как бы он не отклонялся от путей Божьих, он назад возвратится в дом Божий, потому что все ищут счастья. И когда они видят счастливых родителей в Боге, счастливых родителей в церкви, счастливых родителей, живущих по слову Божьему, благословенных родителей, тогда, не обойдя весь мир, они скажут, послушай, как тот блудный сын, а в доме отца моего даже слуги переизбыточествуют хлебом. Этот блудный сын, он вышел в поисках счастья, он думал, что он найдет счастье, что в доме его отца, он был присыщен в доме своего отца, ему думалось, что есть где-то счастье там, в другом месте, он ушел из дома отца, обошел все, расточил свое богатство, сидел около корыта свиного, и там ему приходит откровение. Какое? В доме отца много хлеба. Отец счастлив! Отец с Богом, и Бог благословил моего отца! Что я ищу? Вот куда надо идти. И если наши дети увидят, как мы благословлены Богом, как изобилие изливается в наши семьи, благословение, награда, и все остальное, их не надо будет уговаривать идти к Богу. Это вызовет в них жажду, это вызовет в них желание познавать Господа еще больше, и он будет даже соревноваться с вами. Он скажет, если родителей Бог благословил так, то я могу что-то сделать, что он меня благословит еще больше, и он будет еще больше познавать Господа. Аллилуйя! Воздайте ему славу! Во-вторых, что я здесь вижу, любви к Богу детей надо учить в тесном контакте с ними, друзья. Это не просто так, ты сказал с утра слова, благословил его, когда он пошел в школу, перекрестил в спину, сказал, хай с тобой, и на работу ушел, и на работе. Послушайте, Давид, которым мы гордимся, на которого мы хотим быть похожи иногда, я слышу, как люди молятся, да, муж по сердцу Божьему, Давид, он допустил одну ошибку, он не воспитал своих детей. Да, есть на это уважительные причины, войны, управление царством, разборки с внешним, с внутренним врагом, и все такое, но все его дети, и даже Соломон, они в конце концов пали. Некоторые даже не дожили до зрелого возраста, друг друга поубивали, потому что он не вложил в них эти принципы, не воспитал своих детей. И помните, что случилось? Десять царств было отнято у Давида, десять, и два только оставили. Слава Богу, что Бог верен своим обещаниям, и Спаситель произошел из рода Давидова, потому что не из-за того, что Давид так делал, вернее, Давид правильно поступал, а его дети, они не смогли правильно поступать. И из-за того, что Давид именно поступал правильно, Бог благословил. Вот в чем проблема. Мы должны в тесном контакте быть с нашими детьми, не учить их просто наставлениями, а показывать им, как надо жить с Богом. Садись с ними за стол, молись вместе с ними, едешь с ними в машине, говори с ними о духовных вещах, показывай, чтобы они видели отца, стоящего на коленях, чтобы они видели мать, благословляющую семью. Тогда они будут пропитанны этим. Знаете, я сегодня поражен, сегодня наши дети, извините, я откровенен. Можно я буду с вами откровенен? Можно я буду сегодня с вами откровенен? Вы позволяете мне. Сегодня наши дети, я разговариваю с нашими наставниками. Половину и больше половины не знают ничего из Библии. Знаете почему? Потому что они в доме ничего не слышат. Вы думаете, вы приведете своих детей, и мы их здесь научим за два часа? Никогда. Даже не питайте иллюзии, этого не случится. Они должны в доме вашем видеть вас, молящимися, вас, живущими категориями Божьего Слова. Вы должны рассуждать этим. Тогда они будут жить так, как живете вы. Дети не принимают то, что мы им говорим. Они становятся такими, что видят. Что видят, то они повторяют. Поэтому, друзья, у нас должен быть тесный контакт. Мы должны говорить с ними о Боге, размышлять, читать им Священное Писание. Если ваш ребенок сегодня маленький, не читайте ему даже сказку «Колобок», читайте ему Священное Писание на ночь. Читайте ему детскую Библию, есть детская Библия хорошая. Постоянно. И есть другие, есть другие дети. Я вот смотрю, семья Князевых, допустим. У них Эмик, он уже отче наш, молится. Они мне, пастору присылают, уже Кристина, которая еле говорит. Я не понимаю, что она там говорит, конечно. Но слышу, Бог там что-то звучит, и еще что-то звучит. И так потом папа комментирует Псалом 90-й. Думаю, ну что-то как-то трудно похоже на Псалом 90-й. Но если он сказал, я же верующий человек, я верой принимаю. Ну факт, что он детей, они детей своих побуждают к этому. Они показывают об этом, они говорят, дети, об этом. Знаете, сегодня я вам скажу, вот немножко можно о вас, да, в похвалу. Позвольте, ты прослушала, пришла, да. Вот сегодня есть Эмик, маленький ребенок. Знаете, видно, ему дома говорят, что пастор хороший. Я это вижу, потому что он каждое воскресное собрание в моем кабинете. И как вы думаете, где? Около вазы с конфетами. Он приходит, открывает дверь и квази с конфетами. Пастор. И головой кивает, засовывает руку. Я говорю, Эмик, надо понемножку. Он начинает, маме, папе, Кристине, себе уже четыре конфеты и другу. А разве откажешь? Однажды я помню, знаете, я получил целое откровение, когда я стоял вот здесь, он забежал ко мне, взял меня за руку. Вот так за руку взял. Пастор, привет. Положил мою руку на плечо и подтащил меня в кабинет. Думаете, куда? Квази с конфетами. И я подумал, вот так мы должны с Богом жить. Вот он, принцип. Будьте как дети. Взять Бога за руку и квази с конфетами. А некоторые говорят, я не благословлен, поэтому и не благословлен. Вот что надо делать. Квази с конфетами тащи Бога. А почему? Потому что я знаю, что в этом доме пастора не обсуждают. А некоторые дети подпрыгивают, когда пастора видят. Вау, пастор, пастор, и бегут в другую сторону. Почему? Потому что в своем доме они слышат обратное. И потом они никогда не придут к пастору на консультацию. Вы их лишаете благословений. Когда обсуждаете церковь, когда говорите плохо, негативно о служителях, даже о том, что вам проповедь не понравилась, запретите себе при детях говорить так. И втихаря не говорите. Когда? Некоторые думают, ну я говорю шепотом. Как только вы начинаете говорить шепотом в доме, у детей сразу обостряется слух. У них синдром чебурашки начинается. У них отрастает ухо, и сразу оно лезет по дверь. Они понимают, что сейчас говорят, что-то очень важное, что-то очень ценное, которое хотят утаить от меня. И мне нужно это слышать. Никогда не делайте так. Наоборот, хвалите церковь, хвалите служителей, показывайте, какие вы счастливые в церкви, и какие вы счастливые в Боге. И тогда, тогда вы пожнете, вы пожнете, вы пожнете, друзья, воздайте Богу хвалу. Итак, повторю, первое, чтобы воспитать правильно детей, слова Божьи должны быть в твоем сердце и в твоей душе. Ты должен сам размышлять категориями Божьих стандартов. И для того, чтобы воспитать правильно детей, будьте с ними в тесном, в тесной связи, не в разрывной связи. Общайтесь, говорите, не думайте, что он маленький, потом начну говорить. Он все понимает. Он все понимает. Это методы, методы, как можно воспитывать. Теперь я, позвольте мне, я скажу, чему нужно воспитать детей. Я назову минимальный, минимальных несколько шагов, которым, если вы воспитаете детей, я гарантирую вам, ваши дети будут успешными. Позвольте, я вам это скажу. У нас есть еще немного времени. Первое, научите детей страху Господнему. Это первое. Ибо слово говорит, что страх Господень есть начало мудрости. Но не забывайте только начало мудрости. Есть еще полнота мудрости. Научите детей страху Господнему. В Библии есть повеление, второзаконие, шестая глава. Первый и второй стих. Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас. чтобы вы поступали так в этой земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Хочу спросить, кто-то идет в землю обетованную, а кто-то уже находится в ней? Если вы хотите овладеть ею, когда идете туда, или уже находитесь в ней, но хотите удержать ее, смотрите, что вам надо сделать. Дабы ты боялся, Господа, Бога твоего, и все постановления Его, и заповеди Его, которые сегодня заповедуют тебе. Скажешь, Иисус Христос отменил все заповеди благодатью. Нет, наоборот, ввел заповеди люби человека, как самого себя, люби Господа своего, всем своим сердцем, разумением, крепостью, своею. Бог не отменил заповеди, Он возвел их в ранг. И здесь сказано, который сегодня, который сегодня заповедует тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Друзья, мы должны научить наших детей следовать Божьему Слову, исполняя заповеди Его, и научить их страху Господнему. Ведь любовь, истина, и благоговейный страх Божий неразделимы. Да, Бог есть любовь, и никто это не отрицает, но к Нему надо относиться, или к этой любви надо относиться благоговейно. Позвольте, я скажу, что такое страх Господень. Это святое, божественное уважение к Богу. Это не животный страх, который человек испытывает при виде ужаса какого-то. Это именно святое, божественное уважение к Богу, позволяющее нам воспринимать Его очень и очень серьезно, осознавать, что Он всемогущ и вездесущ, что Он содержитель, и вся наша жизнь в Его руках. Бояться Бога, друзья, значит трезво понимать Его превосходящую власть над твоей жизнью. Это значит, мы должны объяснить нашим детям, что нельзя жить, полагая, что им все будет сходить с рук, что они будут жить так, как они захотят, брать от этой жизни все, что они захотят, и не платить за эту цену никакую. Мы должны им сказать, что есть Тот, который смотрит за нашей жизнью, который знает даже помышления нашего сердца, порой, которую мы маскируем от себя, который мы себе не хотим признаваться, Бог знает все, что есть в твоем сердце. И однажды мы предстанем перед Ним и дадим отчет за свою жизнь. Мы должны объяснить это своим детям. Давайте мы попрощаемся с нашими телезрителями. Переживая страх перед Богом, наше мышление, друзья, преображается. А это для нас огромное благословение. Потому что человек такое существо, он никого не боится. Или, знаете, определенный момент боится, а потом перестает бояться. Страх вот этот животный, он атрофируется. Если, говорит, зайца загнать в угол, он может прыгнуть на тебя. Деваться человеку некуда, он может преодолеть этот страх и ринуться в атаку. Он не боится никого. Сначала он перестает бояться родителей, просто вырастает и понимает, что эти удары по его заднице, они однажды прекратятся. Не прекратят родители, он сам прекратит тем, что он уйдет из дома. Он перестает бояться в начальников, думая о том, что есть другая работа. Он перестает вообще всего бояться. И когда вот эти границы, рамки снимаются с него, он начинает думать, а как мне жить? А надо брать от жизни все. Надо ублажать свою плоть. И есть единственный страх, который может удержать его от такого мышления. Страх Господний, страх перед Богом. Если он будет бояться Господа, что однажды он даст отчет перед ним, он тогда будет менять свое мышление и ограничивать свою жизнь от его похоти. Похоть, зачавшая, рождает грех, а грех приводит ко смерти. И порой те люди, которые не имеют страха Господнего в сердце своем, они находятся в смерти. Нам нужно привить нашим детям страх Господний. Второе, почтение. Посмотрите, что говорит слово Ефесянам 6.2. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Слово Божье говорит, что дети должны почитать своих родителей. Мы знаем это повеление и требуем от своих детей, чтобы они именно так и жили, почитали своих родителей. Особенно мы ощущаем нужду в почтении, когда наши дети взрослеют, когда они входят в подростковый возраст. Вдруг у наших детей появляется свое собственное мнение. Раньше так было просто. Он был послушан тебе, потому что ты являлся для него авторитет и ты мог просто одним словом прекратить его безобразие. Ты мог сказать, ну-ка сядь, и он сел. Пусть может быть даже внутри стоял, но он послушал тебя, потому что ты для него авторитет. Ты даже выше его. И знаешь, ты смотришь порой вот так, свысока вниз, и он смотрит снизу вверх на тебя, и ты для него авторитет даже по массе тела и своему росту. Но потом вдруг все меняется. Вдруг ты смотришь на него снизу вверх, а он смотрит на тебя сверху вниз, и по массе тела ты тоже проигрываешь, и по поглощенной пище вообще уступаешь, и даже не соревнуешься с ним. Он уже такой бычок становится. Есть такой хороший мультик, как волк воспитывал маленького бычка. И помните, там в конце папа. И вот ты смотришь в... Субтитры создавал DimaTorzok